Добрый день! С вами Светлана Бронская, автор телеграм-канала Analytics Now. Что мы с вами все говорим о том, как используют искусственный интеллект в разных областях? Давайте сделаем шаг назад и поговорим о тех, кто решения на базе AI разрабатывает. Что используют они? Итак, сегодня подкаст серии «Эра искусственного интеллекта» «Эдвайзер» посвящен инструментарию искусственного интеллекта и машинного обучения. Надо сказать, что технология настолько продвинулась вперед, что с помощью специальных инструментов внедрять решения искусственного интеллекта в свои процессы могут любые компании, вне зависимости от размера организации. Тем, кто хочет использовать искусственный интеллект на практике, доступно большое количество платформ для этой цели. И сейчас совсем не обязательно нанимать огромный штат сотрудников, которые будут создавать модели машинного обучения с нуля. Для разработки собственных уникальных решений можно применять облачные платформы и фреймворки. Практически все из них используют открытый код, но главное – они избавляют разработчиков от самых трудных этапов работы. Итак, наша первая остановка – это фреймворки. Своего рода мастерские для создания моделей машинного обучения. Фреймворк – это набор инструментов и стандартных реализаций для обеспечения более быстрой разработки какого-либо программного продукта. Ну, в нашем случае – это решение на базе искусственного интеллекта. Давайте посмотрим, какие фреймворки пользуются на рынке наибольшей популярностью. Прежде всего, это TensorFlow – комплексная платформа для машинного обучения с открытым исходным кодом. Она была разработана командой Google Brain как продолжение закрытой системы машинного обучения Disbelief. Однако в 2015 году Google передумали и открыли фреймворк для свободного доступа. За счет мультиплатформенности TensorFlow позволяет обучать и разворачивать модели в облаке и локально, независимо от используемого пользователем языка. TensorFlow хорош для продвинутых проектов, таких как создание многослойных нейронных сетей, но может использоваться и для распознавания речи, лиц, объектов и изображений, а также для работы с текстом. При этом TensorFlow постоянно развивается за счет открытого исходного кода и огромного количества энтузиастов – пользователей. За счет его популярности есть множество уже решенных задач, что существенно упрощает жизнь разработчикам-новичкам, да и всем остальным тоже. Следующий популярный фреймворк – PyTorch – среда машинного обучения на языке Python или Python с открытым исходным кодом. Она была разработана в Facebook, представлена в 2016 году и через полгода открыта для сторонних разработчиков. PyTorch подойдет в случае, когда необходимо обучить модели быстро и эффективно. Он удобен для быстрого прототипирования в исследованиях, а также для любителей и небольших проектов. Керос – открытая среда глубокого обучения, тоже написанная на Python, Python. Она была разработана одним инженером из Google, представленной в 2015 году. Керос ориентируется на оперативную работу с нейросетями и является компактным, модульным и расширяемым. Он подходит для небольших проектов, так как создать что-то масштабное на нем сложно и он явно будет проигрывать в производительности нейросетей и тому же TensorFlow. Но он хорош в кейсах, связанных с переводом, распознаванием изображения и речи. Следующий широко известный фреймворк – Darknet, также на базе открытого кода, написанный на языке C. Он быстрый, легкий, удобный в использовании. Darknet подходит для небольших проектов и неплохо работает в задачах обнаружения. Наверное, последний из мастерских для создания решений на базе искусственного интеллекта – это XGBoost. Это фреймворк с открытым исходным кодом, который предлагает систему градиентного бустинга для языков C++, Java, Python, Air и Julia. Он разработан для обеспечения высокой эффективности и гибкости. Изначально был исследовательским проектом Distributed Deep Machine Learning Community, но позже был расширен и представлен на публике на одной из конференций в 2016 году, где, собственно, произвел фурор. XGBoost может использоваться для решения задач регрессии, классификации, порядочивания и пользовательских задач для предиктивной аналитики. Фреймворками, средами разобрать. Однако для полноценной разработки нам нужен еще один важный инструмент. Мы должны владеть языком программирования, на котором мы будем работать. Рассказать о всех языках в нашем подкасте мы не сможем, это будет очень долго, поэтому упомянем только основные. Python, он же Python – самый популярный язык программирования для наших целей, прежде всего за счет своей простоты. Синтаксис для программирования на Python может быть легко изучен любым, кто интересуется программированием. То же самое относится и к реализации алгоритмов этого языка. При этом Python – универсальный язык, который поддерживает разные стили программирования. Они включают в себя объектно-ориентированное, функциональное и процедурное программирование. Язык имеет множество библиотек, которые поддерживают искусственный интеллект. Следующий LISP является одним из старейших языков программирования, который идеально подходит для разработки искусственного интеллекта. Он был изобретен аж в 1958 году, идеально подходит для обработки символической информации. По сути, это динамический язык, который можно использовать для разработки отличных прототипов и динамического создания новых объектов. Любимый язык специалистов в области статистики R широко известен благодаря анализу и обработке данных. Программир может использовать R для создания математических символов, графиков и формул, когда это необходимо. Как язык программирования общего назначения, R имеет несколько языков программирования, которые можно использовать для разработки ИИ. Пролог, помимо LISP, еще один язык, специально созданный для разработки искусственного интеллекта. Он имеет целый ряд функций, которые делают его отличным языком для машинного обучения. Одной из его выдающихся особенностей является сопоставление с образцом. Все эти функции применяются в различных аспектах развития искусственного интеллекта. Пролог также поддерживается целым рядом платформ, которые значительно упрощают программирование. Еще один Smalltalk – это объектно ориентированный и динамически типизированный язык программирования, который можно использовать для машинного обучения искусственного интеллекта. Это язык, предназначенный для целей симбиоза человека с компьютером. Тоже существует уже очень давно, с 1970 года, то есть 50 лет. Smalltalk имеет довольно широкий круг последователей. И как объектно ориентированный язык, Smalltalk позволяет выполнять сложные задачи более простым, что ли, и организованным способом. Поддерживает быстрое и итеративное программирование, облегчает разработку графического интерфейса и разработку прототипов. Несмотря на популярность языков программирования, о которых я только что сказала, постоянно появляются новые языки, и, согласно данным статистики и аналитики, самые топ-топ языки для работы над AI-решениями – это Rust, TypeScript, Kotlin и Swift. Посмотрим, за ними ли будущее. Еще один инструмент, который помимо фреймворков и языков программирования требуется для разработки моделей – это библиотеки. Набор стандартных реализаций, функций и структур данных, облегчающих решение какой-либо задачи. Среди них особенно популярны Pandas – библиотека для обработки и анализа данных, Matplotlib – библиотека для построения 2D-графиков, Scikit-learn – которая позиционируется как простая библиотека с большим количеством примеров на портале, из-за чего очень хорошо подходит новичкам, и Eclipse Deep Learning 4G – библиотека глубокого обучения с открытым исходным кодом также для виртуальной машины Java. Чуть в сторону, но нельзя забывать про Kaggle, который предоставляет интерактивную среду разработки, в которой можно найти готовые датасеты, модели и даже программный код для решения различных задач. А также про Torch – научную вычислительную среду, библиотеку обучения с открытым исходным кодом и язык скриптов, основанный на языке программирования Lua. Torch используется исследовательской группой Facebook AI и ранее использовался DeepMind до того, как их купили Google и они перешли на TensorFlow. Что же делать тем, кто не хочет программировать? Есть хорошая новость – можно не программировать. Теперь существует система, не требующая кода, но позволяющая создавать собственные модели машинного обучения. Среди них CreateML для создания собственных пользовательских моделей и работы над классификаторами изображений до передачи стилей и обработки естественного языка и создания систем рекомендаций. Это и Google AutoEmail, который работает примерно так же, как CreateML, но только в облаке. Это и MakeML для создания моделей обнаружения объектов и семантической сегментации, реализованные в виде приложения для macOS. Любопытно, что у MakeML также есть некоторые бесплатные готовые хранилища с наборами данных для компьютерного зрения. Таким образом, обучить нейронную сеть можно вообще всего за несколько кликов. Еще стоит отметить Fritz.ai, развивающуюся платформу машинного обучения, которая помогает преодолеть разрыв между разработчиками мобильных приложений и дата-сайентистами. И RunwayML, разработанную специально для начинающих AI-разработчиков. Она предоставляет визуальный интерфейс для быстрого обучения моделей от генерации текста и изображений до захвата движения, обнаружения объектов и т.д. И все это без необходимости писать код. Obviously AI использует обработку естественного языка для выполнения сложных задач над данными. Идея состоит в том, чтобы загрузить набор данных, выбрать столбец для прогноза, ввести вопросы на естественном языке и оценить результаты. Платформа обучает модель машинного обучения, выбирая подходящий для вас алгоритм. Таким образом, всего за несколько кликов вы можете получить прогноз, будь то прогноз дохода или прогнозирование спроса на товары. Это невероятно полезно для сегмента SMB, который хочет окунуться в сферу искусственного интеллекта, не имея собственной команды по анализу данных. Есть еще Super Annotate, это платформа аннотации на базе искусственного интеллекта, которая использует возможности машинного обучения, в частности трансферное обучение, для ускорения процесса аннотации данных. Используя их инструменты для аннотирования изображений и видео, вы можете быстро аннотировать данные с помощью встроенных прогнозных моделей. А еще есть готовые платформы для создания чат-ботов, вроде Microsoft Bot Framework, Chatfuel, BotKit, инструменты для машинного обучения с машинным зрением, вроде Cloud, AutoML Vision от Google, Cafe2 от Facebook, Accord.net, а еще есть IBM со своей платформой Watson, оснащенной множеством инструментов, предназначенных для разработчиков, так и для бизнес-пользователей. В общем, инструментарий для разработки решений на базе искусственного интеллекта и машинного обучения огромен. Каждый месяц на рынке появляется новая библиотека, или язык программирования, или фреймворк, для того, чтобы максимальное количество пользователей во всем мире смогли, не обладая глубокими техническими знаниями, поработать на благо AI. Может быть, попробуйте нам? С вами была Светлана Вронская, автор телеграм-канала Analytics Now и подкаст серии «Эры искусственного интеллекта» Tedvisor. 24 ноября состоится главное событие для топ-заказчиков и поставщиков в сфере IT – Tedvisor Summit. В пленарной части саммита выступят директора крупнейших компаний и государственных ведомств России. Главная тема докладов – повышение эффективности бизнеса и государства с помощью технологий. Ведущие IT-компании расскажут о передовых разработках, которые готовятся к выходу на рынок. Главная тема мероприятия – лучшие практики, как технологии повышают эффективность крупнейших компаний России, IT в госсекторе, новая реальность программных идей и возможностей, инфраструктура, бизнес-приложения и сервисы, реальный опыт заказчиков. Также в рамках саммита пройдет четвертая церемония награждения Tedvisor IT Prize – национальная награда в сфере информационных технологий в корпоративном секторе. Регистрация на сайте summit.advisor.ru Не пропустите главные события IT-сферы – summit.advisor.ru